Добрый день! Сегодня мы снова в Красной Ниве и по многочисленным вашим просьбам рассказываю про такое достаточно редкое в комнатной культуре растение как солегинелла. Редкое просто потому, что мало кто интересуется такими растениями, только, я так полагаю, любители. Как правило, мы привозим солегинеллы, сами мы их не размножали, хотя в принципе они несложно размножаются, но как-то привозили из Голландии. Сейчас что-то в Голландии тоже их не стало, заказать не можем. Но вот любители наши, с которыми мы сотрудничаем, привезли нам несколько черенков. Вот сейчас она у нас нарастает. Солегинелл в природе очень много, они очень разные. Разные по высоте, разные по окраске. Вот это вот такая вот очень красивая голубоватая окраска. Видите, концы вот такие желтенькие, а сама она вот, когда это молодые листья, потом она становится голубой. Но на ярком свету она голубой такой не будет, все-таки нужный такой свет достаточно приглушенный. Без света она тоже расти не может, естественно. Вот, но на прямые солнечные лучи лучше ее не выставлять. Значит, бывают они совершенно разные, они бывают достаточно высокие. Вот самую высокую Солегинеллу я видела во Вьетнаме, там есть около Ничанга, на юге Вьетнама, около горячих источников. Прямо такая огромная плантация. Я сначала думала, что это вообще папоротники, потому что вот нарастают как вай у папоротников. Это примерно высотой ну сантиметров 40-50 на тонких таких стеблях. Вот такая большая вот такая голубая лапа. Я привезла сюда, но, к сожалению, я так полагаю, что просто должного внимания ей не уделила, а можно было бы, и не сохранила. Но вот сейчас уже мы постараемся и размножать, поскольку из Голландии невозможно взять. Как вообще в комнатных условиях лучше сохранить это растение, если кому-то оно нужно? Это из тех растений, кто все-таки любит, чтобы влажность была повышенной. И простым опрыскиванием, может быть, она и будет тоже неплохо расти, но отлично она растет вот в таких стеклянных емкостях. Вот просто отлично растет. И поэтому, если вы посадите в какой-то там террариум или сухой аквариум, то она будет прямо вот плестись по земле и будет выглядеть очень хорошо. Сейчас я покажу, как это очень просто сделать. Ну, вот это свежепосаженное, поэтому ком еще у нее не нарос. Я хочу сделать ком поменьше. А, а вот уже корни-то, вот они уже есть, поэтому не будем сильно обдирать. Вот, например, так кладу в банку и засыпаю землей вокруг. Можно то же самое сделать и положить в мок сфагнум, но единственный недостаток этой посадки в мох, что она с омхом будет немножко сливаться. А все-таки вот на такой коричневой земле, на таком субстрате, она будет себя чувствовать лучше. Я так полагаю, что можно сделать, чтобы это было более декоративно, сделать субстратом, допустим, какую-то крошку симпатичную, мелкую, да, или вот, например, вермикулит. Тоже очень красивая, она в нем тоже будет хорошо расти. Ну, просто я сейчас уже не стала открывать пакет с вермикулитом и делаю вот обычную вот эту нашу смесь торф с перлитом. Вот, ну, вот так в уровень надо посадить, хорошенечко притоптать и пролить. Несмотря на то, что она любит влагу, естественно, не нужно, чтобы здесь вода чавкала. А вы же понимаете, в банке дырки нет, поэтому вот очень аккуратно первый же раз пролить, и дальше этот субстрат, он будет как бы отдавать влагу, она будет расти вот в таком варианте. Поэтому вот сейчас мы ее посадили, и в дальнейшем будем смотреть, как она себя будет вести. Я вам буду показывать. Теоретически она должна и зарасти вот весь этот субстрат, и, соответственно, подняться еще немножко ввысь. Я не знаю, ну, судя вот по этим, конечно, вайкам, вряд ли она высокая. Ну, может быть, и когда она будет растением побольше и посильнее, может быть, они поднимутся. Вот как раз посмотрим в этой банке. Вот, я думаю, что если кто-то захочет выращивать селегинелу, можно вот таким образом попробовать. Если у вас растение большое, то, соответственно, просто банка должна быть побольше, и будет очень красиво. Я думаю, что она еще дает такие придаточные корни воздушные, она даст эти корни, и будет очень декоративная такая картина. Ну, для как бы полноты можно положить какой-то камень, то есть создать какой-то пейзаж. Но даже просто так, вот я думаю, что будет она себя хорошо чувствовать и симпатично очень расти. Ну, вот у меня здесь ли... Давай сейчас я наливаю воды, покажу все-таки. Вот сейчас мы ее польем слегка, слегка польем. Надо просто аккуратно смотреть, чтобы не налить лишней воды, чтобы ее не затопить. Хотя я не думаю, что это ей сильно повредит, потому что, в принципе, ну вот я так по весу чувствую, что вот этого достаточно. А дальше нужно смотреть. Если будет не очень влажно, может быть, накрывать тоже какой-то прозрачной крышкой. Или же можно иногда подпрыскивать и запрыскивателя водой. Но теоретически вот этого должно хватить, потому что стенки высокие, и, конечно, там будет образовываться свой микроклимат. Вот я думаю, в таком варианте она будет очень хорошо себя чувствовать в комнатных условиях. Поэтому попробуйте и тоже, может быть, расскажете о том, как это у вас получилось. И вообще, мне кажется, что, конечно, я буду продолжать отвечать на ваши вопросы. Но если есть у кого-то какой-то интересный опыт, поскольку у нас уже там много зрителей, и вы между собой все общаетесь, может быть, и делиться вот этим опытом. Это же тоже нам всем будет интересно. Я уверена, что среди наших зрителей вот есть такие любители, которые нам подскажут, как они выращивают солигенелы. Мы обменяемся, во-первых, все друг друга читают комментарии, а во-вторых, я могу тоже эту тему осветить, рассказав, что вот там у кого-то вот так успешно растет то или иное растение благодаря, там, не знаю, каким-то принятым мерам. Я думаю, что это всем будет интересно. Так что пишите и об этом. Если у кого-то есть какие-то интересные растения, тоже было бы интересно посмотреть. И мы бы здесь тоже, я показала, если у нас что-то есть подобное. Потому что, знаете, все-таки сейчас вот любители стали более изощренными. И уже никого не интересуют какие-то вот обычные традиционные растения. Хочется всем каких-то изысков. Конечно, сейчас очень модные пифитные всякие растения. Вот давайте об этом тоже говорить. Хотя, может быть, это не всей аудитории интересно. Но, с другой стороны, пусть все пробуют. Это же неплохо такой опыт поиметь. Поэтому пишите нам и об этом. Будем ждать ваших каких-то интересных сведений о ваших растениях. Ну и, конечно, до новых встреч. Всего хорошего.